Старые люди всегда говорили, что голод и холод страшнее войны. Вот сейчас это и происходит. Так дальше быть не должно. Мы представляли не одну социальную инициативу, а аргументированную социальную инициативу по поддержке людей в это сложное время. Вернуться к традиционной и ненаразовой финансовой выплате для пенсионеров в тысячи леев. Она бы сейчас была очень кстати, хотя бы как-то смягчить катастрофический рост цен. Для этой категории населения. Отказали. Давайте введем семейный капитал. Давайте дадим людям надежду, что через какое-то время они могут воспользоваться этой суммой. Чтобы молодые семьи ободушевились. Нет, это не нужно. Когда мы говорим о том, что давайте увеличим количество социальных, персональных ассистентов для нуждающихся людей. Нет, это не нужно. Это лишнее. Когда мы говорим о том, что давайте поднимем заработную плату медицинскому персоналу, всему. Нет, частично подняли. Только техническому и административному. А всем остальным врачам это не нужно. Когда мы говорим о том, что, уважаемые власти, у нас дети идут в школу несобранные, без ручек и без тетрадок. Без портфелей, потому что на это нет денег. И госпожа Даровная предлагает проект по единовременной помощи раз в год к первому сентябрю. Нет, это не нужно. Когда мы говорим о детском питании, о том, что дети хотят кушать, нужно их обеспечить этим. Всех школьников гимназического цикла. Правительство говорит, нет, это не нужно. Когда мы говорим о том, что давайте вместе разработаем меры защиты, хорошо, не хотите слушать только нас, сядем. Нет, мы все умеем. И в конце что у нас получается? Тотальный провал во всем фронтам. У нас сегодня нет социальной политики. У нас сегодня есть социальный геноцид.